На данный момент убираем зерносмесь, века овес, убираем осенаж. Уборки приступили с 9 числа. Площадь около 350 гектар. Все убрано в яму. Убрали, трамбуем. Естественно, одновременно сейчас идет... Добавляем консервант уже непосредственно в комбайне. Все с закваской. На протяжении многих лет славянская получает стабильно высокие надои. В большей степени на это влияют качественно заготовленные корма. Третий год подряд здесь применяют технологию вакуумного синажирования. Кто-то скажет, что это дорогая технология. Да, она не из дешевых, потому что все-таки идет затрата. Это и высокая, дорогостоящая техника, импортная техника, хорошая техника. Это и пленка, которая нужна для упаковывания рулонов. Это и сетка, которая заматывает зеленую массу, чтобы она не разваливалась. Поэтому кто-то скажет, дорого. Но, опять же, я скажу, это хорошо, качественно, надежно. Да и средства на дорогостоящий биологический консервант и славянская существенно экономят. К примеру, на заготовку двух тысяч тонн синажа хозяйство потратило бы полмиллиона рублей. Корм отличается, скажу вам так, высокой питательностью, потому что мы всегда заготавливаем его в фазу бутонизации, люцерна, клеверсного, бобового. Мы заготавливаем бобовые кормы, высокая питательность, энергетическая питательность, ценные вкусовые качества, хорошие. Заготовка корма на синаж не зависит от погодных условий. Его можно заготавливать как подвяленым, так и сырым. Главное – соблюсти все технологические аспекты. Виктория Юркова, Сергей Руднев, Телеканал Первый областной.